доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и на днях произошел интересный казусный случай проходила экспериментально психологическое исследование эпи так называемая и этот человек под точкой то есть без сомнений он был ему был поставлен диагноз шизофрения это был молодой человек ну как молодой человек относительно молодой ему 26 лет и соответственно у него продуктивная симптоматика галлюцинации бредовые какие-то построения и так далее вот он попал на патопсихологическое исследование проходил он порядка семи или восьми методик и я просто хочу показать один из способов выполнения несомненно больным шизофрении способом один из способов выполнения вот именно этой карточки по методике исключение четвертого лишнего патопсихологический эксперимент по заигарник да так называемый то есть автор этой методики блюма вольфовна заигарник и так значит вот эта карточка на ней как вы видите изображена бритва опасная перочинный нож ножницы и перо пишущая ну писали раньше такими макали да то есть и писали вот соответственно не буду вас интриговать и просто расскажу как он выполнил это задание вернее так он не смог справиться с этой карточкой абсолютно не в силу того что он глуп он образован у него высшее образование этого молодого человека 26 летнего шестилетнего у него не получилось выполнить это задание никоим образом он в силу определенной разноплановости мышления плохой структурированности своего ассоциативно мыслительной своей ассоциативной мыслительной деятельности не мог исключить какое-то что-то одно из этой карточки то есть задание было стандартным исключите из представленных четырех предметов какой-то один оставшимся трем дайте обобщающие название ну и он не смог выполнить это задание дефект наступает и шизофренический здесь у него одно лезвие здесь одно лезвие здесь два лезвия здесь два лезвия и никак мне не удалось значит попытаться его убедить что это в общем-то является незначимым слабым латентным признаком предметов то есть он здесь одно здесь одно здесь два здесь как бы два да то есть вот у ручки тоже как бы с двух сторон якобы она заточена на этом основании ничего нельзя исключить и никак не получилось его в обратном переубедить понятно что правильное выполнение этой карточки это исключение пера все остальное является режущими инструментами это нормальный видовой признак предметов а вот у человека с наступающим шизофреническим дефектом нарушением целеполагания и слабостью образования атрибутивных уровней ассоциаций у него не получилось казалось бы такая простая карточка да то есть ну как простая это патопсихологическая методика тут нет сложных и простых карточек но демонстрация яркого нарушения мышления по шизофреническому типу вот она на лицо не смог он исключить пришлось продолжать дальше предъявлять следующие стимульные материалы следующие карточки ну вот в этой карточке проявилась слабая структурированность мыслительной деятельности невозможность выделить основной главный приоритетный признак предметов и соответственно на слабом латентном уровне образование ассоциативных связей на том основании что и тут и тут и на и и и и у ручки и у ножниц два как бы лезвия и исключить ничего невозможно сказал не пациент разговор был достаточно долгий но вот столкнулся я с таком с таким проведением по шизофреническому типу просто вам для информации всего карточек 19 может быть если будет интересные какие-то случаи я буду показывать и в дальнейшем какие-то необыкновенные моменты на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам